Так, у нас обратился Зубков, да? Да. У нас вот как раз, да? Да, Михаил Дмитриевич, мы сразу пригласили, у нас секретов от него нет. И, наверное, я давайте вкратце доложу. Давайте, пожалуйста. В связи с обращением Александра Николаевича Зубкова об освобождении его от арендной платы по договору о передаче в имущество, в аренду недвижимого имущества. Это касается помещения, расположенного по адресу город Комсомольск-на-Амуре, улица Вокзальная, 79. В перечне недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Комсомольск-на-Амуре, этого имущества нет. Это здание является краевым имуществом и передано в оперативное управление краевому автономному учреждению Дом молодёжи. По той информации, которую я располагаю, между Зубковым Александром Николаевичем и Домом молодёжи был заключён договор аренды имущества помещения этого в результате проведённых торгов. Торги были проведены 16 июня 2020 года, а вот акт приёма передачи помещения был подписан 14.07. Но это было всё сделано учреждением Дома молодёжи для того, чтобы, понимая, какая сейчас сложная эпидемиологическая обстановка складывается, то есть отодвинуть максимальный срок подписания, чтобы время на предпринимателя пока хотя бы на этот период не падало. И уже с 15 июля Александр Николаевич обращается в адрес учреждения с просьбой об отсрочке по арендным платежам. По этому поводу что хочу сказать. Значит, распоряжением правительства Хабаровского края от 15 апреля 2020 года номер 355 о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предусматриваются такие меры. Но они предусматриваются с 1 апреля по 30 июня 2020 года. А вот период арендных отношений у Александра Николаевича начинается с 14 июля и далее по 13 июля 2025 года. Вот такая сложилась ситуация. Ну, я уже тут больше как координатор, потому что помещение не наше. Но вот я просто владею ситуацией и как бы объясняю суть самого вопроса. Поэтому у Александра Николаевича здесь находится. Может быть, он ещё свою позицию выскажет, чтобы вы уже все стороны услышали. – Большое спасибо, Александр Николаевич. Я хочу сказать, что это хорошо, что вы владеете обстановкой. Даже по объектам краевого имущества так и должно быть. Все руководители муниципалитетов должны вот так же, как вы, держать руку на пульсе. Давайте заявителю дадим слово. Пожалуйста, Александр Николаевич. – Здравствуйте, Михаил Владимирович. Здравствуйте, участники сессии. Меня зовут Александр Зубков. Я молодой предприниматель, руководитель компании по организации детского и молодёжного досуга в нашем городе. Мы действительно располагаемся в Центре молодёжных программ под патронажем краевого дома молодёжи. Центр выступает в качестве ресурсной площадки. И основная задача – это поддержка молодёжных инициатив, содействие в их реализации на практике, вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность и поддержка молодых начинающих предпринимателей. Мы когда-то стали одним из первых резидентов Центра и на протяжении пяти лет являемся активными участниками краевых программ в сфере молодёжной политики. Ежегодно мы выступаем в качестве соорганизаторов молодёжного форума «Амур», принимали активное участие в организации краевых профильных смен и являемся участниками различных грантовых конкурсов. Мы также отмечены грамотами и благодарственными письмами от главы города и от губернатора Хабаровского края. Концепция Центра предусматривала льготные условия аренды для молодых предпринимателей. На сегодняшний день владелец здания Министерства имущества Хабаровского края. В связи с этим были выставлены требования по пересмотру стоимости условий аренды. По каким, собственно, как сказали уже, мы участвовали в торгах и выиграли торги. То есть мы занимаем там площадь уже пятый год и в этом году участвовали в торгах на ту площадь, которую мы занимали и выиграли, как было сказано выше. Концепция Центра предусматривала льготные условия аренды для молодых предпринимателей. По новым условиям аренда выросла в два раза плюс компенсация коммунальных услуг. Да, мы прекрасно понимаем, что здание 1977 года и ни разу не капиталилось. Поддержка края ощущается, естественно, но выделяемых средств явно недостаточно, потому как даже весь ремонт в занимаемом помещении, точнее помещении яхт, мы делали абсолютно за свой счет и даже своим силами. В связи с карантином уже пятый месяц мы абсолютно не работаем. Ну, то есть, сами понимаете, это запрет, который был на всех распространялся. При этом мы не получили никаких абсолютно мер поддержки, связанных с ковид, однако по условиям нового договора мы обязаны платить возросшую арендную плату и коммунальные услуги, при этом не работая, так как мы попадаем под ограничения постановлением правительства края. Ну и прошу отметить, что неизвестно абсолютно, когда эти меры будут сняты. И даже если будут сняты, будет вторая или третья волна тоже неизвестная и, возможно, будет снова наложено какие-то ограничения. Михаил Владимирович, Вы как человек, которому близки проблемы молодежи, понимаете, насколько в тяжелой ситуации оказались все молодые предприниматели города и края. Моя организация находится на грани закрытия. Просим Вас рассмотреть возможность пересмотра ценовой политики и условий аренды молодых предпринимателей Центра молодежных программ. Ну и самое главное, прям самое главное, что хотел сказать, это не начислять арендную плату за месяц и вынужденного простоя, потому что они не закончились, а это, как уже сказано выше, это предыдущий месяц и неизвестно, какие будущие месяцы, когда это все закончится, когда мы сможем приступить к своим обязанностям, ну и, естественно, и нарастим объем, который был до пандемии. Спасибо. Я правильно понимаю, что вот этот договор, который в июле заключен, это в дополнение к площадям, которые у Вас уже есть или нет? Нет, нет, не совсем. У нас был заключен договор, мы практически 4 года, мы 4, да, около 4 лет мы работали на основаниях одного договора. Министерство имущества Хабаровского края выдвинуло свои какие-то представления или что, чтобы мы пересмотрели этот договор. Договор был пересмотрен, мы были обязаны участвовать в торгах на уже занимаемую площадь, не на дополнительную, а на которую мы занимали. И мы выиграли на свою площадь. То есть нельзя утверждать, что Вы внезапно в июле, во время пандемии, решили заботиться этим, да? То есть Вы просто там уже находитесь, правильно? Мы находимся, я как уже сказал, выше пятый год, то есть мы это все построили и 5 лет уже там вели деятельность. Теперь я услышу. Так. Оважаемый Михаил Владимирович, индивидуальный предприниматель Зубков Александр Николаевич у нас включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, что дает ему право получить отсрочку внесения арендных платежей на период до 1 октября 2020 года. Вот об этом сказано не было. На основании под пункта А, пункта 1.1, пункта 1 распоряжения правительства Хабаровского края, о котором Александр Викторович говорил, 355 РП. Освобождение от внесения арендной платы по договору аренды в соответствии с пунктом А, пункта 1.1, того же самого 355 распоряжения, не представляется возможным, так как период освобождения от арендной платы установлен с 1 апреля по 30 июня 2020 года. А период аренды по договору с индивидуальным предпринимателем с 14 июля текущего года по 13 июля 2025 года. Обращаю внимание, заявитель обратился с тем, чтобы внести изменения в арендные платежи. Действительно это возможно сделать, внести изменения в 405 ПР, но опять же это прерогатива у нас Минимущество и в изменении соответствующего нормативно-правового акта соответственно обращение заявителя может быть удовлетворено. Что по понижающему коэффициенту мы почему не можем применить? Михаил Владимирович, я бы хотела сейчас предоставить слово заместителю начальника управления, который непосредственно занимается вот этим вопросом и он во всех подробностях и во всех деталях полиции сейчас пояснит. Михаил Владимирович, я бы хотела. Уважаемые коллеги, значит, постановление правительства Хабаровского края номер 405 ПР предусмотрен порядок определения размера арендной платы по заговорам аренды краевого имущества. В данном порядке предусмотрены действительно понижающие коэффициенты, которые варьируются у нас от 5% и до 95%, то есть порог снижения арендной платы, но данные коэффициенты применяются лишь для договора, которые заключены без проведения торгов в рамках государственной преференции, либо по исключениям предусмотренным законам о защите конкуренции. Также в порядке предусмотрено, что при определении начальной минимальной цены договора аренды коэффициенты, понижающие, которые установлены в этом порядке по основе преференции, не применяются. Что и было сделано учреждением Дома молодежи, то есть они объявили о проведении аукциона, согласовали данные действия с главным направлением внутренней политики, с юнистерством ручных отношений как собственникам, и определили минимальную цену аренды без учета понижающих коэффициентов. Заявку участник торгов подавал в соответствии с аукционной рекомендацией, при том, был ознакомлен, арендная плата в месяц составляла 68 тысяч рублей за площадь 485 квадратных метров. И при подаче заявки, то есть условия эти устраивались. Аукцион состоялся в 14-й ряду, как уже отметили коллеги, точнее, аукцион не состоялся по причине полной единственной заявки, и тут заключен договор с единственным участником данного аукциона. Вот семья, не и же минимальной рыночной устроенности. То есть здесь, к сожалению, мы предусмотреться по обязанности коэффициентам не можем. Ну я услышал, то есть мы можем отложить только, получается, платежи, да? Здесь, к сожалению, мы отложить платежи не можем, так как и федеральным законодательством, и нашим краевым в рамках развития антикредитных метр поддержки. Предусмотрено распространение вот этих метр по срочке освобождения лишь на те договоры, которые заключены до введения режима повышенной готовности. Евгений Станиславович, вот только на договоры, которые заключены ранее, эти меры действуют. Нет, это мы, Михаил Владимирович, это мы говорим о том, чтобы об отмене, а об отсрочке мы можем, соответственно, чтобы наш заявитель оплачивал арендные платежи с 1 января следующего года и в течение двух лет, с 1 января 2021 по 1 января 2023 по аренде. А по аренде, а по отмене мы не можем сделать, то есть отсрочку мы можем по оплате внести. Становится все интереснее. Так у нас возможно отсрочка или нет? Не можем предоставить отсрочку, так как определенного условия, что договоры должны быть заключены до введения. А предоставление в данном случае отсрочки, это будет говорить об умышленном ослаблении условий договора, скажем так, и что будет нарушать законы защиты конкуренции. Здесь уже будет тогда возможно деятельность контрольного взора в возрасте нарушения. То есть мы передадим преимущественные права арендатора, которые не были предусмотрены в ходе документации. И, к сожалению, так как договор закончен, повторюсь, уже после введения режима повышенной готовности, арендатор потенциально уже мог знать армейский введение этой деятельности в период пандемии. Здесь, к сожалению, ни федеральная законодательство, это 98-й федеральный закон, ни постановление правительства Российской Федерации 439-я, ни наше краевое, созданное в размер с этим двух правительных законодательствами, не переменимо в данной ситуации. А как же быть с тем, что арендатор там уже 5 лет? Это же де-факто продолжение, фактически, хоть он де-юро новый договор. Подводите, отмечу, насколько я понимаю, если мы говорим ранее, на протяжении 4-х лет, предприниматели осуществляли там деятельность не на основании договора о поведении, а были заключены учреждениям договоры о оказании услуг. Этими договорами о оказании услуг учреждениям предоставлялись помещения для введения деятельности, которые рассказывал Аминдар. Александр Николаевич, то есть вы действительно по договорам услуг раньше, да? Прибывали там. У нас были предоставлены договоры, по которым нам обещали, что мы будем работать без каких-либо проблем. Мы так и работали на протяжении 4-х лет, после чего нам сказали, нужно делать, ну, в общем, участвовать в торгах. Получилось так, что это действительно выпало на время ковида. Александр Николаевич, дорогой, мне же вопрос, как сформулировал, договора услуг были или аренды? Ну, так я же сказал, да, и продолжил объяснять. А, все, хорошо. Наверное, микрофон еще не включил. Хорошо. Значит, в ноябре 2019 года, октябрь, я ориентировался, в отношении учреждения были проведены проведущие мероприятия. Как со стороны Министерства и Министерства и Министерства, так и со стороны надзорных органов и Цепь прокуратуры Комсомольского района. В этом году Комсомольский, вы готовы сейчас точно сказать. И в рамках этих мероприятий прокуратура уже установлена, что под договорами оказания услуг были, ну, скажем так, приходные сделки. То есть, договором оказания услуг фактически предоставлялось имущество в пользу, и что действующим законодательством у нас обещается. Не было представлено учреждению представление о недопущем нарушении закона, и внесено предложение о расторжении действующего договора оказания услуг и предоставлении имущества в пользу. Можете не продолжать. Я деятельность Минамущества, эту по наведению порядка, поддерживаю. Работу в этом направлении продолжать. Краевое имущество должно бы приносить нам деньги в бюджет. Согласны? Но к заявителю и к его вопросу давайте вернемся. У нас задача ведь не похвалить друг друга, а помочь, правильно? В этой связи вижу, что договорные отношения, наверное, надо сохранять, и Александр Николаевич, я так понимаю, и не хочет их прекращать, правильно? Конечно, нет. Мы готовы продолжать работу. Хочет поддержки. В этой связи у нас есть на проводе Министерство инвестиционного развития и предпринимательства. Зоя Александровна, если такое поручение я дам, у нас есть юридическая возможность, ну, например, попробовать как-то поддержать Александра Николаевича Зубкова? Добрый день, да, коллеги. Такая возможность есть, смутила вначале информация Александра Николаевича о том, что он не является получателем никакой государственной поддержки по своему направлению. Поэтому можно небольшую информацию для Александра Николаевича. Это связано с тем, что подача этого заявления в Федеральную налоговую службу ограничена 15 августа. Обратите, пожалуйста, внимание, и наши специалисты центра «Мой бизнес» выйдут вам на связь. Предусмотрена поддержка на возобновление деятельности в размере 15 тысяч рублей и плюс 6,5 тысяч, если у вас есть наемный персонал. Что касается возможности разрешения вопроса по аренде, Михаил Владимирович, есть предложение дополнительно с Мариной Ивановной обсудить этот вопрос? Почему? Есть общеправовая возможность работы с арендатором по улучшению условий, смягчению условий по договорам аренды в тех случаях, когда арендатор не может использовать свое имущество по обстоятельствам, не зависящим от него. В 2013 году, когда случилось наводнение в Хабаровском крае, мы использовали именно это правовое поле для того, чтобы получили возможность арендаторы государственного и муниципального имущества получить дополнительные преференции для продолжения работы и возобновления своей деятельности. Поэтому мы готовы взять совместно с Минимуществом, поскольку это потребуется именно внесение изменений в 355 распоряжение дополнительной позиции, поработать в этом направлении. Хорошо. Давайте так попробуем сделать. Тогда... Еще, возможно, использовать еще один общий правовой способ. В общем-то, он прозвучал в выступлении Министерства имущественных отношений. Общее правило – это проведение торгов. Но в 405-м постановлении правительства Хабаровского края и Федеральный закон о защите конкуренции это заключение договора аренды без торгов и в порядке государственной преференции. Если предприниматель будет готов поработать по этому направлению, тогда можно будет использовать механизм дисконтирования, который заложен в постановлении правительства Хабаровского края. Ну, если мы преференцию такую, допустим, политическое решение примем, то какую непоправимую пользу Александр Николаевич Зубков наносит Комсомольску на море? И может ли он рассчитывать на такую вот преференциальную поддержку, как вы считаете? Здесь потребует получить дополнительную информацию по тем направлениям деятельности, которые он осуществляет, и, заходя из этого, принимать решение о подаче заявления в антимонопольную службу. Александр Николаевич, дорогой, а что вы вообще там делаете? Расскажите. Мы проводим квесты в реальности для молодежи, ну, не только для молодежи, для детей, для молодежи, в принципе, практически для любого возраста. Это развлечение в той или иной мере, в которой могут практически все играть. Ну, чаще всего это семейные игры, когда может ребенок и взрослый, и бабушка, и дедушка поиграть все вместе в одну игру. То есть это такой довольно широкий профиль мы за пять лет смогли развернуть, где и праздник могут свой отметить, и поиграть, и отдохнуть. Ну, практически любые. Вот шести лет мы занимаемся вот эту... Понятно. То есть это сфера развлечений, и даже где-то интеллектуальных игр, да? Правильно? Да, все правильно. Михаил Владимирович, можно два слова? Я вот, когда мы с Александром Николаевичем тут начали беседовать, я тоже вспомнил, сразу понял, чем он занимается. Действительно, туда ходят и взрослые, и дети. Действительно, им сейчас трудно лишь только потому, что у нас определенные условия. Но то, что это нужно городу, однозначно. У нас не так много таких мест, а там действительно интересно для любого возраста. Поэтому, если будет такая возможность, какую-то помощь оказать, то это будет здорово. Чтобы этот бизнес не умер за вот этот вот период, пока мы боремся, так сказать, с этой страшной заразой. Хорошо. Тогда поручаю Мининвестразвитие и предпринимательство вместе с Минимущество посмотреть, какие мы можем меры поддержки оказать, в том числе дать предложение по, возможно, перезаключению договора по 405-му постановлению. Ну, предложение, то есть теоретизировать. И мне дать тогда, сколько нам времени понадобится. Недели хватит? Ну, все, тогда через неделю жду предложений. Вам, Александр Николаевич, желаем успеха. И мы посмотрим еще на штабе по мониторингу распространения коронавирусной инфекции, что можно сделать с режимом ограничений, в том числе для таких предприятий, как у вас. Договорились? Когда приедете в Комсомольск, заходите в гости, посмотрите наше крутое заведение. Я не имею в виду только нас, все здание, вокзальная 79. Это действительно довольно-таки уникальное учреждение, где собраны, ну, сливки молодых предпринимателей. Спасибо. Ну, меня уже жители города покритиковали в интернете, что меня Александр Викторович по заводам, по заводам повозил, а к народу не вывел. Вот так. Я искал людей, ездил, нет людей. Куда вы дели всех, когда я был в среду? На изоляции. На изоляции и на работе. На заводах жители и люди. Ну, конечно. Ладно. Давайте завершать. Большое спасибо всем за участие, за работу, коллеги. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует...